Миф далекий от реальности? Ната выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. И если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявят, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды лишние, ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом, я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Впервые за постперестроечный период Россия заговорила уверенно с позицией сильного, равноправного участника мирового процесса. Тогда голосу России не вняли. Россия вышла из постперестроечного периода слабой, как новорожденный младенец, или вернее ослабленной, как человек, перенесший тяжелую болезнь. Нашей слабостью в ту пору не воспользовался только ленивый. С высока поучать того, кто совсем недавно был сильнее тебя, кого ты боялся, а теперь имеешь возможность безнаказанно отомстить за собственные страхи, это приятно. Стыдно, но все равно приятно. Российская организованная преступность проводит свои операции уже по всему миру. Действующий президент Путин обещал принять серьезные меры, но до сих пор ничего еще не сделано. Меры поэтому принимает правительство США. Выдворяя подозрительных российских дипломатов, США борются с остатками холодной войны. Такое присутствие русских здесь, это не те отношения, которых мы хотим с Россией. Вы ожидаете некого ответа из Москвы? Надеюсь, что нет. Надеюсь, на этом все закончится. Там, где мы, как маленький ребенок, пытались проявить какое-то непослушание, нас пытались в чем-то как-то этим наказать. Соответственно, можно привести кучу примеров таких наказаний. После развала Советского Союза новое государство Российскую Федерацию надо было связывать заново. Немногие отдают себе отчет в том, чего мы избежали. Ведь за СССР должна была последовать Российская Федерация. Бигфордов шнур той бомбы, которой было предназначено взорвать Россию, уже вовсю тлел в Чечне. А за Чечней последовали бы Дагестан и Кабарда, черкесы и адыги. На особый договор с Центром стали бы претендовать по образцу новогорёвских соглашений татары и башкиры, калмыки и якуты. Все, у кого хоть что-то есть. Нефть, завод КАМАЗ или алмазы. Стране нужна была жесткая политика в стиле анти-Горбачев. И мы ее получили. Думается, никто не станет спорить с тем, что Путину и его команде удалось тогда главное – сохранить Россию в ее границах. Цена, которую пришлось за это уплатить, огромна. И, наверное, ее можно было бы существенно снизить при иных вариантах развития событий. Но так легко рассуждать, если не твой дом был взорван. Если не твои дети были в захваченной террористами школе в Беслане. Если не твоя мать оказалась среди заложников Норд-Оста. Власть спешила, не считаясь с ценой. И террористов удалось прижать. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт, окончательно. Фраза, конечно, запомнилась надолго. И помнить ее будут еще очень долго. У меня возникло ощущение, что наконец-то к власти пришли нормальные, крепкие и сильные люди, которые реально покажут, что с нами считаться необходимо. Они понимают другого языка, кроме как позиции и силы. То они получат совершенно адекватный ответ. Нас испугать очень тяжело. Чечню замерили, залив бекфордов шнуротой бомбой кровью наших солдат. Больно, страшно. Но политика – дело грязное. Теперь, когда политические вопросы стали не столь острыми, настало время заняться экономикой страны. Кажется, что все это – забастовки шахтеров, задержки зарплат бюджетникам, нехватка буквально всего – было у нас, бог знает когда, в прошлой жизни, в прошлом веке. Но только последнее утверждение верно. Ведь так было в нашей стране чуть больше десяти лет назад. О чем мы тогда мечтали? Чего хотели? Что требовали от власти? Мы иногда с друзьями принимаемся вспоминать те времена. Кажется, что все это не с нами было. С 90-х не так много времени прошло, а все так изменилось. Вот если бы меня тогдашнего перенести в сегодняшний день, я решил бы, что я не в России, а где-то за границей оказался. Да, с тех пор в нашей стране многое изменилось. На сайте Владимира Путина, созданном в преддверии выборов 2012 года, не так давно была опубликована его авторская статья. Россия сосредотачивается. Вызовы, на которые мы должны ответить. Период восстановления пройден, пишет в ней Путин. Постсоветский этап в развитии России, впрочем, как и в развитии всего мира, завершен и исчерпан. Созданы все предпосылки для движения вперед, на новой базе и в новом качестве. Начали с того, что стали возвращать под контроль государства компании, которые занимаются разработкой природных ресурсов. Из сырьевых госмонополистов, вроде Газпрома, сделали своеобразные локомотивы общероссийской экономики. Широкая газификация, в которую Газпром с 2001 по 2010 год вложил больше 127 миллиардов рублей, благодаря десяткам тысяч километров проложенных газовых трасс, позволила обеспечить газом сотни населенных пунктов. А это принципиально иное качество жизни. Кроме того, вложение Газпрома в социальную сферу позволили построить сотни физкультурно-оздоровительных комплексов в провинции. Еще совсем недавно люди здесь ни о чем подобном и слыхом не слыхали. У нас два бассейна в нашем районе. Вот. И это очень хорошо. Поскольку для многодетных, для детей из многодетных семей в одном из них у нас бесплатное посещение. И у меня ходят туда все дети. Старшие ходят только самостоятельно, а младшие ходят, я с ними хожу. Вот. Они плескаются в лягушатнике. А я рядышком плаваю. Замечательные для здоровья, полезные эмоции, очень много положительных дается. А потом мир проголосовал за проведение очередной зимней Олимпиады у нас в Сочи. Все помнят, каким был Сочи 10 лет назад. Темные улицы, загаженные, перегороженные ржавыми решетками на зоны пляж. Морально устаревшие санатории и пансионаты советской фары. Что мы получим после того, как все олимпийские объекты будут введены в строй. Супер-современный курорт мирового уровня. Мы хотим, чтобы этот масштабный проект, проект действительно глобального значения, был максимально использован для создания здесь в Сочи самой современной, спортивной, оздоровительной туристической инфраструктуры. Разумеется, что это будет использовано миллионами людей на длительное время, но и для развития экономики в целом. Многие сегодня убеждены, что в то время, когда многим в нашей стране не то, чтобы в отпуск съездить, а жить не на что, такие колоссальные траты ни к чему. Лучше бы, мол, потратить эти деньги на повышение зарплаты пенсии. А уж без Олимпиады или гонок Формулы-1, для которых также за огромные деньги строится трасса, мы уж как-нибудь проживем. Мнение это распространенное, но оттого оно не становится верным. Никто ведь не думает о том, что в первую очередь, устраивая у себя мероприятия высочайшего международного уровня, мы не занимаемся пустой распальцовкой по принципу, что и мы крутые пацаны. Отстраивая Сочи, мы не только вкладываемся в будущее, в инфраструктуру, которая потом позволит местным жителям, да и стране в целом, неплохо на себе заработать. Мы, помимо всего прочего, заново столбим и свое место в мире. То, которое было утрачено с падением СССР, когда все поверили в то, что наша страна уже никогда не поднимется. Сегодня приходится делать резкие отповеди на выпады против нашей безопасности, связанные в первую очередь с разворачиванием комплексов ПРО у российских границ. Постоянно дискутируется проблема, связанная с системой противоракетной обороны Соединенных Штатов. Она постоянно на повестке дня сегодня. Нас уверяют, что противоракетные комплексы, размещенные в Финляндии или Польше, направлены вовсе не против России, а против Ирана. Но каждый знающий и понимающий человек скажет, что эти утверждения откровенные ложь. Именно об этом, о наглых попытках дестабилизировать достигнутый с таким трудом ядерный паритет, и говорил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Рогозин. Правда, пригласили его в студии только после того, как Владимир Путин резко раскритиковал то, как некоторые СМИ освещают эту проблему. Ну, такую придятельную, я просто не знаю, откуда они это берут. Для нас неважно, говорят, на каком расстоянии от российских границ будут находиться эти противоракеты. Как же неважно? Это принципиальный вопрос. Еще как важно. Другой тезис. Вот американцы предлагают нам вести работу совместную в этом направлении. А Россия, видите ли, не нужна отказываться. Так это мы предлагаем. Они отказываются. Это ведь не информация, то, что они дают. Это обслуживание внешнеполитических интересов одного государства в отношении другого, в отношении России. И они делают это за счет российского налогоплательщика. Для меня уму непостижимо, как это возможно. Россия сегодня постоянно приходится отстаивать свои позиции на международной политической арене. Отстаивать в СМИ, отстаивать во время разного рода переговоров и правительственных встреч. Зачем нам нужно проводить в России саммит АТЭС? Ежегодную встречу лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Как известно, саммит пройдет на острове Русский с 1 по 8 сентября 2012 года. И это будет первый саммит АТЭС, который пройдет в нашей стране. Для чего это надо? А хотя бы для того, чтобы на наших восточных рубежах просто перестали называть все, что расположено восточнее Иркутска, материком. Или даже просто Россией. Как будто Дальний Восток уже не то китайский, не то японский. Чтобы элементарно предотвратить отток населения из этих мест. Сделать для этого планируется многое. Как минимум станут доступнее авиаперелеты для населения Дальнего Востока и Сибири. Уже сейчас в рамках государственной поддержки жителей Дальнего Востока и Сибири стоимость авиабилетов для отдельных категорий граждан снижена на 30%. Но это только начало. Прочитала на путинском сайте такой лозунг. Будущее России в ее регионах. Ну наконец-то сообразили. Говорить такое раньше говорили, а вот делать. Страну ведь в целом развивать нужно, чтобы не только в Москве были деньги и возможности. Россия сильная и огромная страна. И сила ее именно здесь у нас в регионах. Под саммит АТС на Дальнем Востоке будет создана новая инфраструктура. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский. А также Дальневосточный федеральный университет. Планируется начать развивать скоростные железные дороги между крупнейшими городами России. Что позволит в среднем сократить время, проведенное в пути, в два раза. А скорость движения скоростных поездов повысить до 250 км в час. Так что на вопросы вроде, зачем нам сам Метатес? Зачем нужен чемпионат мира по футболу? Который впервые за всю историю проведения этих игр в 2018 году пройдет в России. Зачем нам Формула-1 в Сочи? Универсиада в Казани? Ответ простой. Все это имеет смысл в далеко выходящей за рамки игр. Все это работа на будущее. Я считаю, что это большая честь для страны. Это большая заслуга нашей страны в том, что мы заслужили такое доверие. Если весь мир считает о том, что проводить Олимпиаду в России не только можно, но и нужно. И кроме Олимпиады проводить и другие соревнования, то это говорит о том, что весь мир считает Россию хорошей страной, с хорошей экономикой, в которой можно не только жить, но и хорошо работать, зарабатывать и развивать бизнес. За истекшие 10 лет России удалось впервые связать Запад и Дальний Восток автомобильной трассой. Ну без работы не останемся мы. Нет. Зародим его, конечно. Ну, правда. Я не знаю, мне кажется, что дорожники в России вообще никогда не останутся без работы. Где-где, в какой другой отрасли, но в дорожном строительстве никогда. Это самое главное. Построены новые мосты и тоннели. И это не все. Новая дорога всегда становится толчком для развития инфраструктуры рядом с ней. Но не менее важно осуществление этого проекта даст возможность сотням, а может быть и тысячам специалистов, прежде всего молодых, молодым специалистам, проявить себя, проявить свой талант. Для поездки по вновь отстроенной дороге Владимир Путин выбрал «Ладу Калина». И не случайно. Отечественный автопром, который давно уже является скорее темой для анекдотов, чем для информационных сообщений, тем не менее исправно обеспечивает людей работой. Новые автозаводы, которые занимаются сборкой иномарок, это десятки тысяч рабочих мест. В статье «Россия сосредотачивается. Вызовы, на которые мы должны ответить», которые Владимир Путин разместил на своем сайте среди основных. Тема высококвалифицированных кадров, без которых ничего построить просто невозможно. По мнению премьера, страну ждет образовательная революция, которая укрепит средний класс. Ведь, как пишет сам Путин, более образованные люди – это большая продолжительность жизни, это меньший уровень преступности, а социального поведения – более рациональный выбор. Все это уже само по себе создает благоприятный фон для нашего будущего. Средний класс – это я, это мои друзья. Обычно средний класс пытаются объединить по уровню доходов. Но это не главное. Главное – это та жизненная позиция, которую мы занимаем, даже неосознанно. Я, в общем-то, аполитичен. И на Болотную площадь я не ходил. Хотя многие мои друзья там были. Нам не все равно. Нам не все равно, в какой стране жить. И мы будем стараться влиять на ситуацию здесь. Но ради перемен мы никогда не будем устраивать беспорядки и революции. Мы этого не хотим. Потому что мы основы этой страны. Мы те, на ком она держится. В 1998 году средний класс составлял от 5 до 10% населения. А сейчас от 20 до 30. Владимир Путин в своей статье так определяет, что такое средний класс в нашей стране. Это люди с доходами, которые позволяют в достаточно широких пределах выбирать, потратить или сберечь. Что купить и как именно отдыхать. Они могут выбирать такую работу, которая им нравится. У них есть определенные накопления. И, наконец, средний класс – это люди, которые могут выбирать политику. Все, с кем мы говорили, отмечают главное. Жизнь за эти 10 лет стала более стабильной, более предсказуемой. Уже не так страшно строить какие-то более или менее долгосрочные жизненные планы. Число людей, живущих за чертой бедности, удалось существенно сократить. Естественно, все понимают, что ситуация далека от идеала. И еще предстоит сделать очень много. Но процесс идет. Строительство чего бы то ни было – дело трудное. И занимает массу времени. Причем каждый, кто делал просто элементарный ремонт в собственной квартире, знает. Поначалу кажется, что строителей не столько строят, сколько ломают. Многие люди просто не понимают, что для того, чтобы построить что-то красивое, хорошее, необходим достаточно длительный и очень грязный подготовительный период. У меня такое ощущение, что в данный момент мы как раз именно в этом периоде и находимся. Нельзя поклеить обои на стены, которых просто еще нет. Многие просто не видят, что реально происходит. Многие понимают, строительство – это только лишь чистовую работу, которая нравится, конечно, всем. А подготовительный период этой чистовой работы – на это обычно никто не обращает внимания, но на самом деле это и есть самое серьезное, самое сложное. Без этого базиса нельзя ничего делать. Много говорилось про выстраивание вертикали власти. Но опять-таки мало кто понимал, с чем тогда на самом деле боролась власть. Сепаратизм областей, который опять-таки грозил развалом страны на отдельные феодальные княжества, был во многом ликвидирован введением федеральных округов. Мы об этом подзабыли. Назначение губернаторов сверху взамен былой выборности на тот момент оградило власть от появления на руководящих должностях бандитов, вроде Быкова. Перестали активно мутить в воду персонажи, вроде Березовского. Теперь же, когда ситуация изменилась, правительство вновь готово вернуться к прежней системе. О том, что губернатор вновь станет должностью выборной, сказано с самых высоких требований. А тем временем мы продолжали вести путь на активную интеграцию внутри СНГ. Были подписаны соглашения по таможенному, а теперь Евразийскому союзу, созданию единого экономического пространства. Действуя в этом направлении, наши руководители отчетливо понимали, что за экономическим объединением неизбежно начнется и политическая консолидация. А это уже реальная сила, против которой не попрет ни Европа, ни даже Америка с ее амбицией. А это уже вполне тянет на национальную идею, об отсутствии которой так много сокрушались еще совсем недавно. Прошло 10 лет и стал очевиден неутешительный для Запада факт. Россия, как реальная сила, способная оказывать влияние на мировую ситуацию, вернулась. Вернулась всего за 10 лет. 5 лет назад в Мюнхене Путин говорил. В Соединенных Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично, чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, бессмысленно, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Я нахожу его высказывания разочарующими, а также не очень продуктивными относительно того, что он назвал расширением НАТО, которое на самом деле является укрупнением Альянса. Это был решительный протест против однополярного мира и двойных стандартов. Но и не только. В первую очередь, это было доказательство того, что мы собрались с силами и способны противостоять любой навязанной нам извне воли. В том числе и любой военной мощи. Надо сказать, после того, как Штаты с маниакальным упорством стали вмешиваться в дела многих суверенных стран, отношение к заокеанской супердержаве изменилось и в мире. Особенно это стало заметно после вмешательства США в дела суверенных стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ливийские события заставили Владимира Путина высказаться до предела жестко. Беспокоит та легкость, с которой принимаются решения по применению сил в международных делах сегодня. И, скажем, в политике Соединенных Штатов это приобретает устойчивую тенденцию тренда. Под надуманным, совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, ликвидировали все иракское руководство. Даже дети погибли из семьи Саддама. Значит, теперь на очереди Ливия. Под предлогом защиты мирного населения. Но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нету ни того, ни другого. Изрядно подпортил Америке имидж и спровоцированный США мировой экономический кризис. За тот же период Россия, напротив, завоевала к себе уважение. И среди соседей по СНГ это прекрасно видно по новому ветку интеграции в Содружестве. И среди других стран, некогда настроенных против нас до крайности агрессивно, и всячески демонстрировавших это свое отношение. Столько лет оккупации, 200 лет царизма и при 50 лет советской оккупации. Так здесь мы все. Теперь будем свободны, счастливы и так. Россия в ответ стоически молчала. Единственное, в чем проявилось наше отношение к происходящему, которое больше всего напоминало известную басню про москву и слона, в том, что мы планомерно боролись со своей, пусть минимальной, но все же имевшейся зависимостью от прибалтийских портов. Отстроенный в Ленинградской области нефтеналивной порт Усть-Луга ликвидировал ее полностью. И что же? Просто попробуйте вспомнить. Когда в последний раз вы слышали резкие высказывания в адрес России от наших прибалтийских соседей? Когда в последний раз дали Грибаускайте или Валдис Затлерс говорили что-то плохое о нас? Ну что Прибалтика? Прибалтика от нас отвернулась. В те годы решила, что они перейдут в Европу, но они там не особо нужны были. Я считаю, что не надо обижать старшего брата, а мы для них были старший брат. Ну что я могу еще сказать? Сейчас они, конечно, одумались, я думаю. Одумались. Я понимаю, что без нас им тяжело. Тяжело. И там они не нужны. Поэтому я считаю, пусть будет плохой мир, чем хорошая война. У всех на памяти сложный период наших отношений с Украиной, густо замешанный на торге вокруг российского газа. Украина тогда вела себя уверенно. Она была убеждена, Европа, которая кормится нашим газом и которая идет к ней через территорию незалежной Украины, не даст ее в обиду. И что же? Сегодня Украина со своими амбициями, по сути дела, осталась с носом. Как и для любой транзитной страны всегда есть искушение попользоваться своим исключительным транзитным положением. Теперь этот эксклюзив... В разгар критики Северного потока, когда никто не верил в то, что его когда-либо построят и тем более запустят, Россию буквально принуждали подписать энергетическую хартию ЕС. Что сделали в ответ мы? Россия двинулась на восток. Трубопровод Восточная Сибирь-Тихий океан, который должен соединить нефтяные месторождения Западной и Восточной Сибири с нефтеналивным портом Козьмина, в заливе Находка, тянется к Китаю. И происходит очередное чудо. Япония, которая до этого кричала чуть ли не о разрыве дипломатических отношений на почве передела Курил, сама идет к России и помогает строить завод по производству сжиженного природного газа под Владивостоком. В этот проект стороны вложат несколько миллиардов. Рядом планируется построить еще и современный химический завод. Что все это значит для Владивостока и его окрестностей? В первую очередь огромное количество рабочих мест. Москвичи воют, понаехали тут. А почему понаехали? В Москве работу всегда найти можно. Если бы в регионах развивалось производство и была достойная зарплата, я бы не уехала из родного города. А раз я и другие такие, как я, не поехали бы, а работали на региональных предприятиях, тогда бы в стране подъем начался, и все бы развивалось. Тогда бы китайцы и японцы и думать бы забыли о нашем Дальнем Востоке. А тем временем и Европа, осознав, что может потерять российский газ вообще, как-то смолкла. Яростные протесты северных стран, которые клялись, что не пустят российскую газовую трубу в Балтику ни под каким видом, просто прекратились. На переговоры и получение одобрения Европейского Содружества ушло 4 года. Газопровод проложили и запустили в течение полутора лет. И сегодня все в Европе до крайности довольны. Это сотрудничество экономически взаимовыгодно. И Россия, и страны-получатели газа только выиграют. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта. Газ пошел в Европу через Балтику. Украина, позиция которой казалась лидером этой страны идеальной и совершенно неуязвимой, наказана за ошибку в выборе союзников и неверный тон в межгосударственных отношениях с Россией. Споры вокруг раздела шельфов в Арктике привели к тому, что Россия, недолго думая, просто застолбила свои морские арктические границы. Соперники пока их не признали, но никто не рискнул их оспаривать или воткнуть в наше арктическое дно свой флажок. Однако непременно сделают это, если Россия проявит слабость. Проверку на прочность, мировой экономический кризис 2008 года, мы пережили без особых встрясов. Вспомните, у нас не было самоубийств и катастрофических разорений, как в той же Германии. Благодаря тому, что нефть стоила дорого, был создан стабилизационный фонд. И хоть мы все поругивали власть за то, что стаб-фонд можно было бы и поумнее потратить, например, поделить и раздать, экономисты понимали, как раз этот путь тупиковый. Да, необходимость спасения от разорения банков за счет общего стаб-фонда вопрос спорный, но факт остается фактом. За последние 11 лет российский индекс РТС вырос со 179 до 2087 пунктов, более чем на 1000%. Для сравнения, рост Китая составил 100%, Индии – 260%, Бразилии – более 300%. Европейские фондовые рынки при этом особых изменений не претерпели. Американские же после мирового экономического кризиса, напротив, скатились вниз. Как-то незаметно, конечно, для тех людей, кто не следит за вопросами глобальной экономики, мы вошли в некий клуб динамично развивающихся стран. За достаточно небольшой срок мы от полуразрушенного в 90-х народного хозяйства поднялись до позиции шестой в мире экономики, в расчете по ОВП, по паритету покупательской способности. В 2000-е годы в России был проведен ряд социально-экономических реформ. Налоговая, земельная, пенсионная, банковская, реформы трудовых отношений, электроэнергетики и железнодорожного транспорта. Затейная монетизация льгот откровенно провалилась, но зато многое другое работает и вполне успешно. Владимир Путин в своей статье «Россия сосредотачивается», вызовы, на которые мы должны ответить, пишет. «Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития все то, что мешает нам идти вперед. Завершить создание в России такой политической системы, такой структуры социальных гарантий защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе составят единый, живой, постоянно развивающийся и одновременно устойчивый и стабильный, здоровый государственный организм». Армия. Все ясно и понятно. Вышел в отставку, вот здесь начались проблемы. Пенсии почти никакой. Мы с женой пошли работать, ну, как и все, в принципе. На рынок торговали и картошкой, и селедкой, и все, чем угодно. Сейчас добавили пенсию, получаем ее исправно. Нам ее пока хватает на двоих. У нее пенсии, у меня. Ну, вот я думаю, что по сравнению с тем, что было, конечно, намного лучше, намного легче стало жить. Ну, хоть что-то впереди светится, какой-то огонек, как солнышко. Укрепление обороноспособности нашей страны также идет полным ходом. С постперестроечных времен, когда финансирование армии резко упало, Россия постепенно набирала обороты. В ближайшие 5-10 лет мы должны вывести на новый уровень и наши вооруженные силы, на качественно новый уровень. Это будет непросто. Но мы обязаны это сделать, если хотим защитить достоинства страны, если хотим защитить наш суверенитет, самостоятельность, защитить граждан России. Но уверенная позиция, которую в последнее время все чаще демонстрирует Россия на мировой политической арене, далеко не единственное наше достижение. А для многих россиян и не самое важное. Зачастую куда выше ценится другое. С 2000 по 2011 год реальные доходы россиян увеличились в 2,6 раза, зарплаты в 3 раза, пенсии в 3,5 раза. Причем даже в самый разгар мирового экономического кризиса этот процесс не был остановлен. За ближайшие 20 лет планируется создать не менее 25 миллионов рабочих мест нового качества с достойным уровнем оплаты. Еще один лозунг, с которым на выборы идет Владимир Путин «Работающий человек в России не будет бедным». Материнский капитал. Деньги, которые выплачиваются женщине при рождении или усыновлении ей второго и всех последующих детей, позволил многим семьям решиться на то, чтобы не ограничиваться одним ребенком. Изначально оговоренная сумма материнского капитала в 250 тысяч рублей, с учетом инфляции в 2011 году составила почти 366 тысяч. К концу 2010 года сертификат на материнский капитал получили около 2,5 миллионов российских семей. Материнский капитал – это здорово, но мы пока еще не решили, куда вложить. Мы думали, в образовании детей, они пока маленькие, пока вроде не требуется. Квартира у нас есть, опять же, государство нам в этом помогло. А очень хотелось бы, ждем этого закона, чтобы можно было вложить материнский капитал в покупку автомобиля, потому что семья большая, автомобиль нужен, это наша мечта сейчас. Среди моих знакомых очень мало многодетных семей, и многие не понимают, как это в наше время, трое детей, тяжело с одним бы справиться. Но мне хочется еще и четвертого, и пятого, и я уверена, что у нас все получится, и мы справимся, все будет хорошо. В 2010 году в нашей стране родилось детей на 41% больше, чем в 2000 году. Уровень младенческой смертности в 2010 в сравнении с 2000 годом снизился более чем вдвое. За 10 лет естественная убыль населения снизилась в 4 раза. К 2011 году средняя продолжительность жизни у населения России выросла на 3,5 года по сравнению все с тем же 2000 годом. О чем это говорит? О том, что качество жизни в нашей стране выросло. В нашей жизни достаточно, конечно, сложностей, но в то же время ведь мы живем своими детьми и внуками, и когда видишь успехи детей и внуков тем более, ну, жить становится веселее, радостнее, как говорится. Дети работают и могут работать, и нашли себе по специальности какие-то варианты. Я думаю, что достаточно заслуженно работают, получают свои хорошие зарплаты и могут жить нормально. Ну, хотелось бы пенсию побольше, когда слышишь, что повышают, повышают, но хочется как-то побольше, чтобы повысили, все-таки проработали всю жизнь. Но потом у меня льготы как ветеран труда и вообще как инвалид второй группы. То есть я плачу 50% за, как сказать, наше удобство. Это тоже очень большое значение. Работа коммунальных служб, рост тарифов ЖКХ – тема больная. Не все получается наладить сразу. Вот и приходится премьеру лично контролировать такое, казалось бы, совсем не премьерское дело. Чтобы людям не приходилось платить за лампочку в подъезде, за уборку музора, суммы, по сути, взятые с потолка. Были поставлены задачи по развитию системы учета потребления ресурсов. И люди должны платить за реально потребляемые услуги. И эти услуги должны быть качественными. По поручению Владимира Путина, счетная палата в прошедшем году провела проверку всей системы ЖКХ. И что же? В фонде ЖКХ выявлено нецелевое использование бюджетных средств на 33,3 миллиарда рублей. Мы сейчас находимся в предвыборный период. И ваш покорный слуга – один из кандидатов президента. Не исключаю, что могу победить на этих выборах. Если это произойдет, то сразу же после инаугурации внимательно посмотрю на тех, кто допустил скачки тарифов. И с тяжелым сердцем, но вынужден был принять кадровое решение. Просто говорю об этом совершенно серьезно. Задача, которая ставится сегодня – сделать уплату коммунальных платежей более справедливой. Начал действовать закон, согласно которому органы ЖКХ обязаны сообщать гражданам, за что те платят. Теперь им воровать сложнее будет. А то раньше понимаешь, что мухлюют, видишь своими глазами, а доказать ничего не можешь. Документов-то нет. А теперь все четко можно отслеживать, но что именно ушли эти денежки, что все мы ежемесячно платим коммунальщикам. Но даже при личном участии премьера все проблемы во всех регионах не удается решить сразу. Как получилось так, что в Кирове дважды прямо, и последние 4 декабря, сразу на 40% выросли тарифы на горячую воду. Ну, городок такой нововятский. Сразу на 40% взяли и вдули. Ну что, руководство региона такие вещи вообще не отслеживает, что ли? Российский внешний государственный долг на 1 ноября 2011 года составил 36 миллиардов долларов, что является одним из самых низких показателей в Европе. По относительным показателям, российский внешний госдолг составляет 2,5% от объема ВВП страны. Государственный долг – 10,4% ВВП. Для сравнения, по данным МВФ за 2009 год, государственный долг в Великобритании составлял 68,2% от ВВП, Германии – 72,5%, Франции – 77,4%, Японии – 217,6%. Важнейшим с точки зрения макроэкономики является, как мы с вами знаем, рост валового внутреннего продукта – ВВП. По этому показателю мы занимаем третье место среди ведущих экономик мира, пропустив вперед себя только Китай и Индию. В Китае – 9,5%, рост в Индии – 7,8%, в России – 4,2%, все остальные страны меньше, но я уже не говорю про тех, кто, к сожалению, ушел в минус, это Греция – минус 5,5%, Япония – минус 0,4%. Доходы бюджета превысили расходы почти на 1%. Инфляция в 2011 году составила 6,1%. Это еще много, но это лучший показатель за последние 20 лет. Все мы помним, как после кризиса по стране прокатилась волна увольнений. Но теперь ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня достигнут докризисный уровень безработицы – 6,2%. Очень часто приходится слышать, мы так много работаем, так много работаем, но что происходит на самом деле? У нас в офисе половина рабочего дня. Люди сидят и раскладывают пасьянцы в компьютере. В командировку поедешь – там та же ерунда. И не в смысле пасьянцев, а в смысле того, что производительность труда ниже плинтуса. Россия отстает от ведущих стран по производительности труда и энергоэффективности в 2-3 раза. Не преодолев этот разрыв, нельзя создать надежный фундамент для повышения уровня жизни людей. Начата глубокая модернизация и инновационный процесс, который призван обеспечить ускоренный рост экономики, социальной сферы и укрепление политических основ нашего общества. Проведенные реформы увеличили поступление иностранных инвестиций в Россию с 10 миллиардов долларов в 1999 году до 120 миллиардов долларов в 2007. Цель правительства Российской Федерации ставит перед собой ясную. Сделать так, чтобы размещать новое производство в России, стало выгоднее, чем в других странах. Рост мировых цен на товары российского экспорта значительно способствовал улучшению состояния российской экономики. Все зависит от самого человека. От его желания быть лучше, самостоятельнее, сильнее, быстрее. Решил поступать в университет. Очень хотелось поступить на бесплатное отделение. Родители говорили, после армии поступить нереально. Мы тебе поможем, конечно. Но я все-таки решил сам попробовать. Я благополучно поступил в университет, на бесплатное отделение. Пошел работать. Свою статью Владимир Путин завершил так. Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает. Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшние вызовы и как используем свой шанс, чтобы укрепить себя и свое положение в быстро меняющемся мире. Часто приходится слышать, я на выборы не хожу. Все равно ничего не изменится. Посчитают так, как им надо. Иностранцы изумляются, слышу такое. От кого же еще все зависит? Кто может привнести перемены, если не люди, которые живут в той или иной стране? Только равнодушный и ленивый ничего не сделает, просто потому что не захочет. Тот, кому не все равно, тот, кому хочется, чтобы его страна двигалась в верном направлении, чтобы жизнь становилась год от года лучше, приложит к этому усилия. И на своем рабочем месте, и в родном городе, и во дворе, где он живет. А из этих локальных, небольших, но общих усилий и сложится основное. Мы по-прежнему будем двигаться к лучшему. И кто знает, может озвученная правительством перспектива через 10 лет ввести страну в пятерку крупнейших экономик мира не окажется такой уж неизбыточной мечтой. Ведь, судя по тому, что мы сделали за последние 10 лет, обещания правительства очень похожи на правду. Но есть два непременных условия для того, чтобы эта цель оказалась достигнута. Нельзя иметь короткую память и нельзя быть безучастным. Это только в сказке добро побеждает зло всегда, безусловно. В реальной жизни для этого надо хорошенько потрудиться.